МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора, нашей встречи – это общественно-культурная среда Старого Владикавказа. Старого – это значит с момента его основания и до революции. Сегодня мы это понимаем так. Городская культура – это очень интересная, но вместе с тем очень сложная система, в которую были включены многочисленные традиции – этнические, конфессиональные, социальные, профессиональные, целый ряд других и новые городские формы культуры. В том числе, кстати, формы высокой городской культуры. И соотношение этих двух составляющих, как правило, определяет уровень культурного развития общества, а в нашем с вами случае – города. Кто были носители этой культуры? Прежде всего, это жители Остинского аула, по хронологии смотрим. Затем в крепости уже осетины, русские, отставные, военные, армяне. Позднее к ним присоединяются греки, поляги, немцы, татары, персы, азербайджанцы и целый-целый ряд других представителей различных европейских и восточных этносов. Я предлагаю вам рассмотреть сначала формы новой урбанизированной городской культуры и проследить, какое влияние они оказывали на традиционную составляющую и ее носителей. Пожалуй, самой значимой формой городской культуры был театр. Владикавказский театр, русский театр, как его называли, появился во Владикавказе в 1869 году. Своего здания тогда еще не было. Проходили спектакли в дворянском собрании. А дворянское собрание – это нынешний дом офицеров, а вернее то, что от него осталось. Позднее было построено здание для театра. Театральные трупы менялись очень часто. Спектакли бывали и любительские. Это было, в общем-то, недешевое развлечение. И было это развлечение уделом городской элиты. Было такое определение в источниках – салонная публика. Благотворительными спектаклями были они, в общем-то, на общегородские нужды. Эти средства расходовались на какие-то акции, в основном социально-культурные. Но интересно то, что со временем стали появляться дешевые спектакли. Это я цитирую источник. Общедоступные спектакли. Городская дума озаботилась тем, чтобы как можно было больше зрителей в театре. Почему? Думаю, потому что театр был очень мощным социально-культурным механизмом, который приобщал горцев, горское население к русской культуре, к русскому языку. Формировал начало российской государственности, гражданственности. Если посмотреть на репертуар, это можно сделать, потому что в архиве СОИКСИ, например, сохранились афиши. Афиши театральные, из которых видно. Собственно, это был Пушкин, Лермонтов, Чехов, Горький. Русская классика. Поэтому вот такую функцию театр, конечно, выполнял, и ему нужен был зритель. Еще одно последствие театральной жизни – это все национальные общества, крупные общества, стали организовывать в городе свои театральные кружки. Это очень интересное культурное явление. Такие кружки, они выполняли еще и функцию внутриэтнической коммуникации. Они сплачивали национальные общины, диаспорные группы. Были, как правило, постановки двуязычные. Вот осетинская театральная труппа ставила спектакли как на русском языке, так и на осетинском языке. Сохранились программки. Скажем, если спектакль на осетинском языке, то программа и аннотация к нему на русском языке. Что ставили? Бритаев, Хажби – такая пьеса была очень популярная. Аперед Кафарижат – это Александр Кубалов. «Дети гор» Кусова. Кстати, «Дети гор» Кусова получали восторженные отзывы в прессе от специалистов. Были замечательные рецензии. В постановке «Дети гор» участвовал даже Евгений Вахтангов. Тогда, правда, он был еще молодым гимназистом. Но, тем не менее. Костахи Тагуров выступал в качестве актера, любителя. А, кстати, в русском театре Костахи Тагуров, вы, наверное, это знаете, выступал и в качестве декоратора сцены и имел успех. Это мы рассмотрели одну форму – театр. Дальше. Во Владикавказе было открыто отделение русского музыкального императорского общества. Вечера камерной музыки, многочисленные концерты, оркестры, музыкальная школа при этом обществе. Уроки музыкой становились очень престижным занятием. Достаточно полистать газеты всех времен. Там очень много объявлений о желании брать уроки музыки. А главное было, кому давать эти уроки музыки. То есть музыкальная жизнь была очень развитая. Дальше. Художественные выставки. Мы же начали с форм высокой культуры. Прямо по проспекту проходила выставка работ художников местных, приезжих. В одной из газет даже сохранилась информация о том, что здесь проходила выставка работ Дурова. Того самого известного клоуна-дрессировщика Дурова, который выставлял тут свои картины. Костахи Тагуров тоже выставлял свои картины. И по проспекту для этого предоставляла свое помещение и общественное собрание города. Нужно отметить, что художественные выставки проходили очень часто, были передвижными. Их возили по разным районам. У многих жителей города были свои коллекции живописи. Совсем недалеко отсюда, по проспекту, по правой стороне, был открыт так называемый картинный магазин. В нем можно было приобрести картины, краски, холсты, другие поделки художников. Впоследствии уже в художественные музеи были переданы очень многие частные коллекции. Они датируются XVIII-XIX веками. Отметить нужно еще музеи. В то время известными были музеи Терского казачьего войска, музей Шульца. Он был знаменит своими восковыми фигурами. И городская общественность остро ставила вопрос о создании музея Терской области. Очень много писали в прессе о том, что необходимо сохранять историко-культурное наследие. Далее библиотека. Библиотека – это очень интересное явление. Первая библиотека в городе появилась в 1862 году в Дворянском собрании. Дворянское собрание было совсем немногочисленным. 47 человек, всего-то навсего. Понятно, что эта библиотека была недоступна другим читателям. Была библиотека при Терском правлении, при Реальном училище. Еще была частная библиотека у известного историка-этнографа Лаврова. Но, опять же, все это было недоступно широкому читателю. А весь вопрос в том, что такой читатель действительно был, и потребность в чтении была очень высокой. Вот именно поэтому в 1893 году известная общественная деятельница Варвара Шедерс, помним, да, такую деятельницу, обратилась к начальству Терской области с ходатайством открыть общественную бесплатную библиотеку. Несколько лет продолжалась переписка по этому вопросу. Библиотека общественная была открыта, правда, не бесплатная, но за вполне умеренную плату. Фонд этой библиотеки был по тем временам совсем неплохой. Это 1200 книг, это были газеты, журналы. Со временем библиотека общественная стала даже открывать филиалы. Вот, например, на Курской свободке был открыт филиал, а Курская свободка, вы, наверное, знаете, она как-то вот не отличалась добрыми и спокойными нравами. И источники писали о том, что там очень много шальных людишек. Я цитирую шальных людишек. То есть действительно досуг там был своеобразный, видимо, чрезмерно веселый. Поэтому люди, которые заботились о таких вещах, решили, что на Курской свободке должна быть библиотека как альтернативная форма досуга. Со временем появились еще книжные магазины, а в книжных магазинах кабинеты для чтения. Вот самый первый такой магазин с кабинетом для чтения открыла Елена Червинская. Затем появились подобные еще. И где-то в 1913 году в городе было уже четыре библиотеки. Кроме библиотек, интересно посмотреть на подписку. Вот сохранившиеся архивные источники позволяют нам увидеть, что выписывали горожане Владикавказа. Очень объемный список. Это было практически все, что известно было в России на тот момент. А по статистике получается, что на каждые 23 жителя Старого Владикавказа приходилось одно подписное издание. Либо газета, либо журнал. То есть это тоже, согласимся, очень хорошая характеристика. А главное, что развитие библиотечного дела стимулировало и деятельность наших этнических групп. Стали появляться библиотеки при национальных школах, при национальных благотворительных обществах. И если рассматривать это в целом, то действительно и уровень библиотечного дела, и потребность чтений, они были достаточно высокими. К началу, к концу 19 века относится появление новых, принципиально новых форм художественного творчества, художественной культуры. Это, прежде всего, фотография и кино. Кино появляется у нас когда? 1895 год. Люмьер, помните Париж, Люмьер, 1895 год. Впервые он тогда, это был февраль месяц, показал миру свое детище. И уже через два года кино появилось здесь, во Владикавказе. Первый фильм, это был 20-минутный ролик, который вызвал просто ажиотаж публики. Нельзя сказать, что Владикавказская публика была совершенно к этому не готова, потому что уже в 90-х годах здесь знали, что такое световые картины, или еще их называли световой фонарь, туманные картины. Это довольно простое устройство, нечто типа диапроектора, который выводил на экран движущиеся картинки. Но это было уже совсем другое. В 1897 году, летом, горожане увидели настоящее кино. Ну а стабильный кинотеатр был открыт во Владикавказе в 1906 году. Это был кинотеатр какой? Самый первый? Патэ, да, здесь по проспекту. Затем это был кинотеатр братьев Ричи и еще целый-целый ряд других. В парке, в нашем Ирофеевском тогда парке, тоже была площадка, где практически ежедневно демонстрировали какие-то фильмы. Надо сказать, что в городе было очень много различных обществ, культурно-просветительских, благотворительных. Это были общества национальные, конфессиональные, общества по различным интересам, масса спортивных, по горному спорту. То есть, очень большое число. Каждая из них проводила благотворительные мероприятия. И, как правило, это все проходило в парке, в сезон, конечно. Распространенной формой здесь, в парке, было народное гуляние. Что из себя представляло такое гуляние? Это были современные формы, зрелищные формы, иллюминация, лотерея аллегрии, летучая почта. Это танцы, симфонический оркестр. А в городе было очень много таких групп. Это был и военный оркестр, и казачий хор, и целый ряд других. Но важно отметить, что когда такие народные гуляния проводили национальные общины, они, конечно, вкладывали в эти формы общегородские свое содержание. Вот, например, сохранилось народное гуляние, которое было организовано издательским обществом ИР. Издательское общество ИР поставило такое гуляние в 1917 году в пользу, опять же, Остинской газеты. Гуляние выглядело таким образом. Кроме перечисленных вот этих форм, была постановка пьесы «Фаризат» Кубалова и осетинские массовые танцы, на которые всегда приглашались еще и жители окрестных селений. Грузинская община тоже проводила очень красивые, красочные народные гуляния с народной музыкой. Люди одевались в национальные костюмы. Вообще было принято в городе у всех национальных групп на праздник выходить именно в национальной одежде. Все это, конечно, создавало очень интересный, своеобразный колорит. Поскольку мы заговорили о газете, то, наверное, нужно еще отметить и такую вещь. Первой газетой, которая появилась здесь, была «Терские ведомости». «Терские ведомости». Первый номер их вышел в январе 1868 года. Первая истинская газета появилась в 1906 году. Казалось бы, сбылась мечта истинской интеллигенции. В первом номере были опубликованы стихи Коста Хитагурова. Это 1906 год. Вы помните, это год смерти поэта. Это были стихи, которые прежде не пропускала цензура. Но, к сожалению, очень скоро эта газета была закрыта из-за жесткой цензуры. Посчитали в ее материалах наличие призывов к революции. Дальше, в 1909 году была открыта другая истинская газета. Она называлась «Хабар». Ее редактировал Алмахши Ткануков. Но, к сожалению, эта газета тоже долго не протянула. Была закрыта по тем же причинам. Журналы. В то же время появлялись журналы «Остинский». Первый журнал был «Жонт». Потом появился журнал «Ноксарт». Журнал «Арсена Коцойева». «Овщир». Но многие историки печати отмечали, что все попытки национальной интеллигенции, не только осетинской, не только в Осетии, но и вообще на Северном Кавказе, наталкивались на очень жесткую цензуру. Поэтому, к сожалению, мы не можем говорить о каком-то развитии в этот период времени осетинской печати. Но для нас важно то, что она появилась, и что были люди, которые могли это делать, которые писали, могли писать и писали интересно. Как правило, издательское общество занималось еще и тем, что переводило. Издавало переводы русской классической литературы на осетинский язык. Печатались народные календари осетинские. Печатались нартовские сказания, тогда были напечатаны. То есть можно говорить о том, что начинался вот этот процесс становления и издательской деятельности, и литературный процесс, и процесс развития журналистики. Но, к сожалению, вот в таких условиях в это время он дальнейшего развития не получил. Были и формы культуры более подвижные, так скажем, менее серьезные. Здесь, наверное, нужно говорить о спортивной, о физической культуре. В парке, именно в парке, получило начало развития гимнастики. Были такие известные братья Живные, которые проводили, как это называлось раньше, сокольничьи соревнования, собирали сокольничьи группы. Здесь занимались плаванием, проводили соревнования. А вот в 1911 году Сергей Рамонов открыл школу борьбы. А в 1912 году, кстати, первый раз Владикавказ увидел футбол. Мы же знаем, что очень много студентов обучались в России. Они привезли с собой эту новую игру, и, значит, показательный матч тут устроили. И футбол так полюбился горожанам, что футбольные матчи стали благотворительными. То есть денежные сборы из них также шли на общегородские нужды, расходовались на благотворительность. В целом мы рассмотрели основные формы новой культуры, но, конечно, обзор городской культуры и общественно-культурной среды будет неполным, если мы не вспомним конфессиональную составляющую. А она была очень весомой, она была очень значительной. В городе было много храмов. Практически каждая этническая группа – это закон непреложный. Каждая этническая группа, появляясь на новом месте, первым делом старается устроить храм. Так было и с местными этническими группами, поэтому в городе было очень много храмов и православных, и храмов национальных. И каждый из них старался вокруг себя образовать определенную инфраструктуру. То есть национальные храмы отличались тем, что они занимались не только культовой деятельностью, не только вопросами богослужения, но они очень активно занимались культурным просветительством. Праздничная культура города была тоже очень интересной. Конечно, она не ограничивалась конфессиональными праздниками. Праздники были общегосударственные. Как правило, они были связаны с какими-то событиями истории дома Романовых. Праздники были общегородские. Ну вот, например, скажем, такой специфичный праздник, который во Владикавказе ежегодно отмечался, он назывался праздник белой ромашки. Что это такое? Люди собирали белые ромашки, цветы, ходили по городу группами, продавали эти ромашки и делали кружечные сборы в пользу больных туберкулезом. То есть эту акцию, этот праздник в свое время инициировала Лига борьбы с туберкулезом. Но мы знаем, что тогда это было, пожалуй, самое тяжелое известным людям заболевание, поэтому общественность уделяла такое внимание больным. Был праздник древонасаждений. В свои праздники имели практически все общины. Но что интересно, что это были праздники и не только домашние, которые в домашнем кругу нужно отмечать. Эти праздники, как правило, выливались на улицу большим праздничным потоком вокруг храмов, вокруг церквей, по городским улицам. Все это вливалось в народные гуляния, и происходили такие интересные синтетические формы, когда даже в традиционный религиозный праздник включались вот эти современные виды городской культуры. Подводя итог, мы хотим, чтобы было понятие такое у нас. Очень часто говорят, что город разрушает традицию, что село традицию сохраняет, традицию консервирует, а вот город является разрушителем традиций. Конечно, не все традиции в городе приживаются, но огромное множество традиций в городе получает новую жизнь и новый импульс к дальнейшему развитию. Город создавал площадку для формирования национальной культуры. И культура традиционная, вот традиционная составляющая, с которой мы начали, она становилась неотъемлемой составной частью уже национальной культуры. Вот это, пожалуй, то, что вы хотели обозначить. И я думаю, у вас есть вопросы. Мне бы хотелось задать вопрос на первом библиотеке, чтобы вы говорите, что в этой книге было порядка 10 книг. Я думаю, что я были написаны книги, где-то на русском не воспитывали и не было проблем. Спасибо. 1200 книг это был первоначальный фонд общественной библиотеки. Даже сохранился перечень этого фонда. В основном это была русская классика, даже была зарубежная классика, Мольер, в частности, был. Но интересно и то, что устраивали выставки и передвижные тоже. Например, была такая практика. Собирали по 100 книг и развозили их по разным районам. Вот мы сегодня видим, что у нас на проспекте есть уличная библиотека. Хорошее ведь новшество, нравится всем. Вот примерно то же самое было с передвижной библиотекой. По 100 книжечек люди развозили по разным районам и, соответственно, бесплатно предоставляли их чтению. На каком языке? Конечно, это был русский язык, но на других языках, на национальных языках уже появлялась пресса. Она была не в общественной библиотеке, а в библиотеках местных национально-культурных обществ. Вот у грузин была, например, в грузинской школе своя библиотека, была своя библиотечка в армянском обществе. То есть были и по профессиональным. Кстати, по профессиональным признакам тоже были библиотечные коллекции. Мы хотим поговорить об diении городской территории ноутобийского полярсового судебчики не но не может вы не говорите это Спасибо, Софа, за вопрос. Я думаю, что переживать по этому поводу особо не стоит. Давайте посмотрим историю. Наши традиции пережили очень мощную многоэтапную борьбу. С традициями сражалась российская администрация в XIX веке. Запрещались даже те традиции, которые были очень важны для осетинского общества. Мы с вами говорили об этом. Тем не менее, никто не говорит о том, что традиции у нас в XIX веке исчезли. Вы помните, когда вымогали приговоры сельских сходов у различных общин, о запрете Колыма, о запрете похищения девиц, о запрете проводить многолюдные поминки. То есть, да, приговоры составлялись под давлением администрации, но они не выполнялись и, как вы знаете, продолжали жить своей жизнью. Во время советской власти вы тоже знаете, сколько боролись с традициями, сколько боролись с обычаями. Возьмем, например, ту же рощу Хетага, в которой просто не дозволялось проводить обряды. И что сегодня? Та традиция, которая востребована обществом, она не уходит. Уходит только то, что больше не нужно людям. Поэтому, я думаю, что переживать за нашу традицию от того, что она переместилась в городскую среду, совершенно не стоит. Спасибо. Спасибо. Вопрос у нас возникает. Традиция, как вы видите замечательную лекцию на отечественной выводе, более-менее раньше во Владикавказе, если была, какие силы вы обновали? Спасибо, спасибо за вопрос. Мне тоже очень нравится вот такой формат. Действительно, есть такая традиция, она была. Во Владикавказе было принято читать лекции, было общество народных чтений, которое организовывало такие лекции, и в том числе на открытых площадках. Темы были самые разнообразные. Это были и проблемы здоровья, охраны здоровья, это были чтения литературные, это были темы даже гендерные. Вот, например, в терских ведомостях сохранилось описание такой интересной ситуации. В город приехал лектор Некто Мураневич и читал лекцию о равноправии, а вернее неравноправии женщин, и заявил о том, что удел женщины – это домашнее хозяйство, и она не должна заниматься никакой общественной работой, ей не обязательно получать образование и прочее, прочее. Вот интересная реакция нашей городской публики на такую лекцию. То есть лектора настолько, мягко говоря, не восприняли, что пришлось даже вызывать полицию, чтобы успокоить возмущенную публику. То есть публика была избалована хорошими лекциями, и вот такие лекторы, они, в общем-то, не проходили. Если вопросов больше нет, мы будем завершать нашу встречу. Я хочу поблагодарить вас за внимание, вы очень приятная аудитория, с вами приятно было работать, спасибо.